Мешковая шпаклевка и финиш. Вот эта шпаклевка. Замешаем и будем работать по этому потолочку. Мокрый, по-мокрому вообще никаких проблем нет. Привет! Сегодня бы хотелось поговорить о одной шпаклевке от компании Илмакс. Это сухая полимерная шпаклевка для машинного нанесения Turbo Airless Polymer Finish. Вот эта шпаклевочка. Илмакс Turbo Airless только уже не старт, а Polymer Finish. Общие характеристики на мешке. Идеально под покраску обои. Для машинного нанесения. Время жизни 120 часов. Слой от 0,1 до 3 мм. Финиш. Будем работать как финишем, как готовой пастой. Замешаем и будем работать по вот этому потолочку. Посмотрим, проверим эту шпаклевку на водоудержание, на прочность, на комфорт в нанесении. И потом пошлифуем, посмотрим, что вообще из этого получится. Можно ли ее использовать как полноценную финишную шпаклевку, фракция и все дела. Попробовать решили мы именно эту шпаклевку. Потому что, честно говоря, мешковая шпаклевка и финиш, ну это как бы для меня, пока еще я не попробовал, это такие вещи не совсем, наверное. То есть под валик, я уверен, что там как бы есть материалы, которые могут позволить отработать потом по ним валикам. Сухие, я имею ввиду, шпаклевки, да. А вот под безвоздушку, ну такой на свой страх и риск, в конце концов, если что, перешпаклюем готовой пастой. Значит, в чем заключается вообще как бы сам смысл такого тестового вот этого ролика и тестовой нашей работы? То есть замешаем материал. Здесь за счет того, что уже некоторые элементы внутри потолка открашены, мы не можем даже просто механизированно надувать. Ну то есть это куча заклейки ненужной. Мы просто отработаем валиком, механизированными шпателями и посмотрим там удобство в нанесении, да. Вот это вот эластичность как бы самого материала, влагоудержание материала, прочность, перетир. То есть все, что можно увидеть, пощупать, попробовать, все вот это проверим. Итак, пойдем замешивать и работать. Возьмем половинку материала, в ведро не влезет целый мешок, поэтому 3,6 литра. На мешок вообще 7,2, но будем половину мешать. 3,6 литра и полмешка. 4,6 литра. 5,6 литра и полмешка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пошпаклевали мы потолок, пошлифовали мы потолок. И есть определенные выводы. Не скажу, что был какой-то эффект вау по одной причине. Я ее сейчас назову, я ее в видео не показывал, но да и не было смысла. Все вы видели, как шпаклевки подкипают, как пузырятся. Значит, смысл какой? У нас, как я уже сказал в ролике, у нас потолок был поклеен стеклохолст на клей для стеклохолста. Нордфикс компании Ilmax высох, потом мы нанесли сухуш, сухуш просох и сейчас мы шпаклевали. Значит, первый слой ложился вообще, никаких вопросов не было. То есть, все четко, классно, шпаклевка, водоудержание, шпаклевки отличные. По моменту эластичности, отлично все. Но здесь тоже надо понимать, да, шпаклевка мешковая, замешиваете вы сами. Сделаете погуще, будет более тугая на руку. Сделаете сильно жидкую, естественно, будет все течь, капать. То есть, вот на мешке заявлено 7,2 литра на 20 килограмм, ну, я добавлял бы 8 на мешок. Ну, мы, по сути, так и сделали. Мы добавили чуть больше воды. И вот она такая прям была, и валик хорошо на себя брал, и как бы накатывалась хорошо и оттягивалась. Мы на следующий день наносили второй слой. Вот именно на этом потолке на следующий день наносили второй слой. То есть, по всем параметрам. Да, вот у нас арка здесь была. Было все точно то же самое сделано по поводу поклейки стеклохолста на Nordfix. Пропитано все сухушим было. И мы работали здесь с Emin Classic финишной шпаклевкой. У нас второй слой нанесся, и никаких проблем не было. Что получилось здесь? Здесь получилось, когда начали наносить второй слой. Вот я распределяю шпателем материал. Первая такая протяжечка после того, как Андрей накатал валиком, и начинают надуваться пузырики. Причем это не то, что там какое-то одно место, потом где-то другое. Довольно нормально. Но когда мы снимаем материал, то есть каждый раз, вот я, получается, разгладил и за два раза оттянул. Когда я последний раз уже оттягиваю, то, в принципе, уже больше ничего не надувается. Вот такой дискомфорт есть. И я предполагаю, что это все-таки дело в шпаклевке. То есть шпаклевка довольно пористый материал. И при шлифовке, я вам скажу так, то есть это и не база по перетиру, но и не готовый финиш. Это вот что-то такое вот среднее. Даже вот на высоте здесь потолки, сколько, два, где-то с учетом гипса, вот где опущен гипс. Тут, ну, это же квартира. Два, наверное, 47-2,45 примерно так. Ну, стоя с пола, то есть вот глазом не увидишь каких-то там царапин, отшлифовки или что-то еще. Но именно пористость в шпаклевке присутствует. И за счет того, что у нас все-таки влагостойкий клей, да, и у нас сухушь, как бы снижение вот этой впитываемости идет, влага уходит, но за счет того, что много пор в шпаклевке, уход влаги не такой быстрый, как если бы мы работали по каким-то основаниям, просто там без клеев, там без холста, без ничего, да, вот там, не знаю, по штукатурке, к примеру. Такого бы эффекта, я уверен, процентов на сто, что не было бы. Здесь за счет того, что замедленный уход был влаги, все-таки воздухозамещение такое пошло. Но ввиду того, что и механическое воздействие шпателем, и сразу же мы убираем вот это вот количество влаги, да, то есть когда снимаем лишние, на подрезке лишние слои шпаклевки, этот эффект пропадает. Если же у вас где-то будут ямы, вы соберетесь сравнять, то где останется материал в достаточной толщине в яме, ну, я просто почему так говорю, потому что некоторые бывают ровняют финишем, финишем ровнять не нужно, финиш это все, это поверхность, ровнять нужно до финиша. Пузыри будут надуваться, потом полопаются и локально будете подходить. Не смертельно, но такой момент есть, и как бы не сказать про него тоже будет нечестно. По шлифовке, по самой, как бы самому, ну, то есть как материал шлифуется, если где-то есть холодные стыки, могут быть моменты протиров небольших, но это такие протиры, скажем так, видимые под определенный свет, под прожектор уже этого не видно. То есть под лосева, да, можно найти, как бы, я еще раз повторюсь, это и не толщина фракции базы, но и не финиша, вот что-то вот среднее. То есть могут присутствовать, на следующий день трется нормально. То есть если через 4 дня, по-моему, да, я говорил, вот там я зачищал полимер старт, я там, блин, сотку или восьмидесятку ставил, потому что не мог. Ну, здесь я уже не давал такого количества дней на набор прочности, но мучиться на потолках на шлифовке, это бред, согласитесь. Засветило немножко кадр возле окна, стою, солнце вышло, прошу прощения заранее. Вот, в общем, работа по материалу достаточно комфортная. В плане вот этого вот подкипания, да, на финише, прям, ну, если у вас будет снижена очень впитываемость, то могут возникнуть вот такие моменты, не критичные, не смертельные, но просто вы потом не пугались. И после вот этих вот вскипаний, после того, как мы все это пошпаклевали уже, как бы, с процессом под вскипаний, у меня еще был участок потолка на кухне, где я решил попробовать пошпаклевать мокрый по-мокрому. И, ну, здесь помните, да, вот ролик мой, главное не дать воде из материала, уйти довольно глубоко, освободить поры. То есть нужно за этим следить, не пропустить время. И вот мы отработали там вот этот участок потолка мокрый по-мокрому, мокрый по-мокрому вообще никаких проблем нет абсолютно. То есть вот как будто так сделана шпаклевка для такой работы. Мокрый по-мокрому, а шпаклевалось все классно. Итак, я надеюсь, что информация по материалу была полезна. Если так, ставим пальцы вверх. С вами, как всегда, был канал о ремонте и отделке про Семинар Брест. Меня зовут Юрий, а я желаю всем удачи, крепкого здоровья. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok